Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ашим Кали родился 20 февраля 1963 года в селе Ильинка Алгинского района Актюбинской области. Окончил физкультурный факультет Актюбинского педагогического института. Обладатель черного пояса по карате до пятой дан. Абсолютный чемпион Республики Казахстан. Обладатель Кубка Средней Азии и Казахстана. Чемпион СССР 1991 года. Бронзовый призер чемпионата мира 1991 года Япония. Чемпион Европы во Франции 1992 года. Чемпион мира 1994 года США. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Мастер спорта международного класса. Почетный гражданин Актюбе. Директор школы боевых искусств Акай. Женат, имеет троих детей. Это то, что известно всем, но каким был этот стремительный взлет к вершинам, каким упорным трудом давалась каждая победа, знают лишь самые близкие. Друзья и соратники. Те, которые в самом начале пути были рядом. Практически все детство провели вместе, соответственно, да. Друзья, с детства друзья такие. До сих пор мы, Бог даст, дружим, соответственно, да. И, так сказать, еще находясь на службе в армии, вернее, до службы в армии, был известный такой фильм «Пираты XX века». Вот тогда мы первый раз увидели какие-то элементы, технику карате. И с того времени как бы все были влюблены, можно сказать, в боевые единоборства. В частности, вот в карате. Мечтали тренироваться. Ну, потом получилось так, что Ашиму в армии повезло. Он, служа в армии, встретился с людьми, которые уже в миру занимались этим до службы. Соответственно, он, когда уже писал письма у меня там в армии еще служили, там он же подписывал, там ОСС. Я еще спрашивал, что это такое. ОСС – очень важное слово в карате. Оно выражает терпение, уважение и признательность. Это залог выкладываться полностью на 100% и терпеть. Первые испытания пришли сразу же в 80-е, как гром среди ясного неба издан указ правительства о запрете карате. Актюбинские пионеры этого боевого искусства занялись рукопашным боем. Ашим тоже пришел в спортивный зал «Динамо». Он долгое время простоял просто у окон, потому что его не пускали в зал, ему не разрешали. И вот зимой, там, в декабре, в январе, в зимние вечера он просто стоял под окнами и смотрел, и не имел возможности заниматься. Вот, ну, наверное, его испытывало как бы небо на это, да, на стойкость, на, как бы, на верность своей идее. Вот, я вообще считаю, что в жизни обязательно должна быть мечта. Вот, понимаете, если человек, у которого есть мечта, это счастливый человек, это дар Божий. Вот с нее все начинается. Если это есть мечта, и ты пытаешься ее реализовать, и делаешь это каждый день, ты верен своей мечте, ты ей не предаешь мечту, какие бы трудности тебе не встречались на пути, то в конечном счете, вот, ты добьешься, и ты реализуешь, твоя мечта станет реальностью, явью. И вот так же и произошло с Ашимом Кали. Упорство и трудолюбие были подмечены сразу. Я сразу понял, что это талантливый спортсмен, потому что на первом же спарринге, на котором мы с ним померились силами, вот, он там на второй минуте поймал меня на подсечке, хотя он не занимался в нашем зале, а мы уже, у нас был опыт. И, в общем, я понял, что у него есть чутье, у него есть вот эта спортивная, вот эта, как бы, интуиция и все, что необходимо для того, чтобы добиться. В общем, человек талантливый, не просто там, как бы, вот, пришел с таким шапкозакидательским настроением, просто за модой за какой-то, понимаете, а человек глубокий. Вот, и, конечно, потом в процессе занятий, он, это мое предчувствие, оно оправдалось, я понял, что, да, это серьезно, у него прекрасные физические данные были, вот, очень хорошая реакция, и при этом такая сдержанность, очень такая, знаете, выверенная сдержанность в движениях и вообще во всех этих вот, как бы, технических приемах, в ведении боя и так далее. Я сразу выделил его из всей общей категории, так скажем, вот, и обратил внимание, как бы, такой старательный был, то есть хотел заниматься именно, в нашем виде же нужно заниматься, то есть должна быть душа болеть, гореть, иначе, как бы, победы не будет. Ну вот у него это дело проявилось, и он красавчик, сколько лет прошло там, года два-три, года два, по-моему, и он, как бы, пошел, 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 и стал все выше, выше, ну, заниматься начал. То есть у него есть дух такой именно спортивный. Духа тогдашним новичкам было не занимать. Его хватило, чтобы добраться до самой Японии. Преодолев всесоюзный отбор, октябинские молодые мастера вышли на татами чемпионата мира 91-го года по карате в стране восходящего солнца. Тогда наших трое казахстанцев попали в состав сборной СССР. Это был Ашим Теркебаев, Закир Тахтиев и я. Тогда впервые мир узнал, что существует государство в Казахстане. Закир Тахтиев стал абсолютным чемпионом мира. Ашим Теркебаев стал бронзовым пределем чемпионата мира. А мне пришлось участвовать на чемпионате мира по стилю фулл-контакт карате, где я стал бронзовым призером мира. Такая благородная дерзость парней из Казахской ССР была расценена как серьезная заявка на перспективу. Октябинцев как триумфаторов встречала Москва, Республика и родной город. Летопись именно истории карате, можно так сказать, что началась с него. Конечно, были и Уськов, и Катламбовцы, которые тренировали то же самое. Этих ребят Серик Бимурзин. Ну вот именно вот и Сашима Кали, и Серика Бимурзина началась, как говорится, золотая эпоха карате именно в нашей городе и в нашей области. Почему? Потому что об этом заговорили сразу же не только у нас в области, об этом заговорили по всему Казахстану, об этом заговорили уже и в мире. Для мировой общественности любителей карате открылась новая страна, как Казахстан. В 92-м году Франция, чемпионат Европы, первое выступление казахстанских спортсменов под флагом независимого государства. И золото в копилку сборной Аташима. Вот эта мечта, вот это желание заниматься, его природные данные, он уважительный человек, плюс ко всему. К старшим он всегда с уважением относится. И даже тогда, когда он стал чемпионом, оброс титулами какими-то, он все равно очень доступен всегда был, всегда уважительно относился к старшим, в частности ко мне. Я помню, как-то даже после одного из каких-то чемпионатов Европы он привез золотую медаль оттуда. Это было уже там в конце 90-х, в середине 90-х, не буду сейчас врать. И он просто пришел ко мне и сказал, вот Владимир, я это вот вам, как моему учителю, как человеку, который когда-то там что-то помогал мне. И подарил мне эту медаль, которую заработал потом и кровью. И это тоже качество, знаете, это благодарность, это признак благородного человека. В 94-м чемпионский титул Ашима Кали вырастет до пределов мирового масштаба. И при этом он так и останется человеком чрезвычайно воспитанным, скромным и уважительным, несмотря на выдающиеся бойцовские качества и величайший успех. Сочетание внешней силы и внутренней сдержанности – поистине великая философия. Для меня в первую очередь вообще Ашим Шарипович – это наставник, тренер. Сам по себе он является ярчайшим спортсменом, потому что он как спортсмен достиг очень многого. А для меня, наверное, это первый учитель, который сформировал мой характер и, в общем-то, дал дорогу в спорт большой. Поэтому этого человека я считаю одним из знаменосцев Актюбинской области, потому что под его началом было очень много сделано именно в боевых искусствах. И что подкупало и понравилось на тот момент, что он подходил к этому делу так фундаментально. То есть он пытался разобраться в самой философии боевых искусств, а не там уперся просто в физические какие-то моменты, что порой не хватает нашим тренерам. То есть он был как педагог, ну, достаточно сильный и основатель. Под его руководством в то время тренировались, выступали на соревнованиях. И с 95-го года я начал тренерскую деятельность. И до сих пор мы у этого человека учимся как бы его мудрости, как бы в жизни, в тренировочном процессе. И очень важно, как он готовит спортсменов психологически. Каждому спортсмену индивидуально он может подобрать какой-то ключик, чтобы его именно настроить в нужный момент, в нужном направлении. Что очень важно. Очень добрый человек, очень вежливый. Ко всем относится очень одинаково. Взрослые, маленькие, малыши. Ну и, конечно же, как педагог в первую очередь. Ну, конечно, да, это, можно сказать, ветераны нашей легенды. Мы берем пример с них. Сейчас его бывшие воспитанники сами стали наставниками. Учат ребят великому искусству быть не только сильными, но и мудрыми. Карате активно развивается на наших спортивных просторах. И, безусловно, в этом есть заслуга легендарного мастера. Один из основателей карате в Казахстане, не говоря уже о Кюбинске. Один из самых таких титулованных спортсменов в свое время. Он является чемпионом мира. Мы часто пересекались. Когда начинали карате здесь преподавать, мы как бы вместе начинали. Я в октал, он здесь. Мы вместе как бы становились как тренера. И он, как человек, очень такой уважает. Весь Казахстан, все ребята, все спортсмены его очень сильно уважают. В Кюбинской области культивируется 65 видов спорта. Полностью олимпийских, не олимпийских. И вот одно из этих хороших, как говорится, занимает карате. Естественно, география карате сейчас, в последнее время, она сначала, как говорится, сократилась. Но сейчас заново опять отстает свои позиции. Тоже в Уильском районе открыта группа. То есть вот так оно потихонечку опять идет. Можно как сказать, карате шагает по актюбинской земле. Он внес очень большой вклад в развитие карате Казахстана, так скажем. Почему? Потому что было много таких разветвлений. Спортивное карате, оно тоже набирало обороты. Но было много разных других систем карате. И вот с такими именами, как Ашеем и другие ребята, они подняли популярность, соответственно, этого вида. Я ему, в принципе, благодарен, что он стал таким человеком хорошим, большим. Вот, то есть заслуженным. Ну, скажем так, мне, скажем так, не стыдно, то есть за своих учеников, что они такими вот стали. Под этой плеядой, там, можно назвать и Ускова, и Котлобовского, и Шакпутова, выросли те тренера, которые сегодня тренируют мальчишек. И под их руководством уже, ну, получаются большие успехи у области в целом. Поэтому, конечно, это вот, скажем так, отцы-основатели, которые смогли поставить именно боевое искусство до того уровня, который сегодня мы имеем, видим, который вы часто в своих материалах отражаете, пишете об этом. Ашим Калина всегда остался предан своему делу. Он тренируется сам, тренирует других, делится опытом. Его личностью продолжают интересоваться, и ему есть, что рассказать с экранов телевизоров или печатных страниц. И, как и прежде, он никогда не отказывается от приглашения сойтись с соперником в турнирном поединке, будь то Москва, Париж или Нью-Йорк. То, что он молодец, он всегда на строю, таких людей очень мало. Я говорю, то, что он был здоров, если он вернулся, он еще долго будет жить. Он вырастет очень много спортсменов. Старый ветеран, ветераны, они всегда в форме. Тренируясь, не тренируясь, они выходят, бьются. Молодец. Ашим Калина желать хотел бы успехов. Это его деятельность, работе, спорте. И, что самое главное, здоровье, чтобы он мог дальше работать и радовать своих семчан, однополчан и свой народ. Хочу отметить выдающиеся способности Ашима как спортсмена. Я считаю, что человек, на самом деле, спортсмен мирового класса. Но это подтверждает его результаты, его участие в международных соревнованиях. Боевший, Машин, как человек, как друг, как товарищ, лучше не встречал. Поэтому, ближайший, поздно Казахстану, что растит таких аксакалов настоящих. Будь здоров, пусть будь здоров всегда. И вместе с ним весь Казахстан. Хорошие люди. Ашим Кали гордо несет свое звание легенды казахстанского спорта. И все так же скромно отдает дань уважения, терпения и признательности, произнося короткая, мудрая японская ОС. ОС! Алха! Бене встан! Алха! Азахстан! ОС! Господи за день продолжает свое тримф��의 шеи келевый по улице. И сейчас с вами сегодня ябленно ябленно, ябленно ябленно ябленно。 Азахстан! И сегодня мы не истерпит. Азахстанского спорта. Отходим, операторы, отходим! Я очень рад, что у нашего горожанина любимого, моего тренера, вот юбилей, и хочу искренне поздравить. Он нужен как педагог, как тренер сегодня от Тюбинской области и всем мальчишкам, девчонкам, которые приходят заниматься. В спорте достиг практически, ну, если не считая Олимпиаду, то практически многих, практически все. Он абсолютный чемпион мира, чемпион мира, заслуженный тренер Республики Казахстан, мастер спорта международного класса, допустим. Вот все эти вещи, о которых, допустим, начинающие спортсмены только мечтают. Соответственно, это такие высоты, которые из тысяч людей достигают только единицы. Это, соответственно, во-первых, большой труд, соответственно, талант, наверное, тоже, это не последнее место занимает. Ну, удача, да, и здоровье, соответственно. Я хочу пожелать Ашиму Кали, чтобы он был верен своей мечте, оставался верен своей мечте. И до конца своих дней. Вот я, например, в какой-то момент понял, что карате для меня это не, как бы, не та мечта. Да, я вот сейчас занимаюсь другим делом. Я хирург, вот, и я верен, не стараюсь быть верен этой мечте. И думаю, что до последнего дня своей жизни я буду ей верен. Я вот хочу, чтобы Ашим тоже был верен своей мечте и продолжал это делать. И уже не как спортсмен, а как наставник, вот, как символ, вот, и чтобы он соответствовал этому уровню. Здоровье самое главное, чтобы он был терпеливый, как тренер, потому что в нашей тренерской жизни все бывает. Успехов ему в работе, в тренерской деятельности, а также хочу, чтобы наш карате стал Олимпийским медицинским.